Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня с вами смотрим ваши прогнозы на март 24 года. Какие энергии входят, на чем нужно акцентировать ваше внимание и как провести этот месяц максимально продуктивно для вас самих. Поэтому мы настраиваемся, вы думаете о хорошем, о прекрасном, о том, что вы себе запланировали на этот месяц. Карты пусть подскажут, как вам это реализовать. Основные энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Сейчас с вами все поправим, подкорректируем. Итак, начнем. Основные энергии. У вас здесь ложится Верховная Жрица. Аркан, который в первую очередь вас призывает познать глубину знаний и бытия, прислушаться к себе, к вещам, снам, знаком, к вашей интуиции в решении каких-либо вопросов или задач. Во-вторых, это карта, которая вас призывает скрывать пока свои планы, свои намерения, не афишировать их в социум. Плюс сам по себе аркан. Это как указание на обращение к кому-либо из практиков за помощью, за консультацией. Возможно, вы сами захотите чему-то обучаться и постичь азы эзотерики. Потому что Жрица — это, по сути, быть проводником между двумя мирами. То есть получать какие-то знаки судьбы, дабы исправить свою жизнь в лучшую сторону. Тем более дно колода у вас здесь ложится аркан-звезда. По аркану-звезда это даже может быть тяга и к астрологии, и к нумерологии, или консультации со своего рода такими специалистами узкопрофильными. Ну и в целом, опять же, сохранить идею, сохранить мечту, не озвучивать ваши планы для их осуществления. Но мы смотрим, о чем именно здесь будет говорить Жрица. Итак, в связке с восьмеркой чаш. Это в первую очередь прислушиваться к интуиции, к своему подсознанию, дабы избежать каких-то негативных аспектов или моментов, которые могут вас предостерегать. То есть, ну, к примеру, вам идёт какая-то информация, вещи сон, что вот не нужно взаимодействовать с этим человеком, или там не нужно совершать эту крупную покупку, или подписывать эту сделку, или что-то ещё. То есть не думайте, что это ваши переживания или страхи. То есть таким образом Вселенная, ваше подсознание с вами коммуницирует и действительно даёт вам верный ответ на ваши вопросы. Смотрим с вами работу. Здесь ложится девятка жезлов. Это ситуация, когда нужно будет в сложной манере отстаивать свои права, свой авторитет. В принципе, знаете, как нарабатывать какие-то проекты, какие-то задачи. Потому что девятка жезлов – это желание от всех закрыться, да, и пустить ситуацию на самотёк, но не выйдет. Нужно будет прикладывать немало усилий для того, чтобы достичь запланированного вами в течение этого месяца. Посмотрим, о чём говорит данная карта относительно тех, кто сейчас не работает и работать не может. Что здесь? Девятка мечей, ещё так, смотрите, созвучно с девяткой мечей. То есть переживания и страхи, внутренняя неуверенность. У кого-то, возможно, комплекс самозванца, которые не дают вам пробовать нечто новое. То есть это, знаете, боязнь разочароваться в себе самих. Боязнь того факта, что вы что-то попробуете, не получится. То есть это неверие в себя, в свои силы. Вот над этим нужно действительно работать. Потому что здесь карты, которые указывают на ситуацию, что вот вы видите, и хочется, и колется, и мамка не велит. Вот двойка мечей, это закрываете для себя путь развития, закрываете для себя новые возможности. Для тех, кто является соискателем, девятка жезлов, и у нас здесь ложится десятка мечей. Арканы, которые говорят по ситуации, что в рамках этого месяца не будет перспективного трудоустройства. А то, что, допустим, вам могут предлагать, не будет соответствовать вашим требованиям, вашей заявке, вашему видению, где бы вы хотели работать, как, на каких условиях. Поэтому здесь, знаете, как нужно будет искать дальше. У тех же, кто у нас является наемным сотрудником. Что здесь? Здесь по факту у нас ложится тройка жезлов. С девяткой жезлов это как намекнуть о себе, заявить о себе, о том, что вы готовы к развитию, к расширению. То есть не передавать кому-то лавры вашей работы. Иными словами, что если вы видите, идет гонка за повышение, за карьерный рост. И кто-то может присваивать себе ваши заслуги. То вот тройка жезлов и девятка жезлов это заявить о своих правах, о своей работе, о своем авторитете, профессионализме. То есть не бояться показать, на что вы способны и каким перспективам вы стремитесь. То есть не бояться заявить о себе. Для тех же, кто владеет собственным делом, девятка жезлов и карта звезда. Но это в большей степени как далеко идущие планы, которые вы хотите реализовать. Просто по ряду причин понимаете, что не нужно всем это оглашать, озвучивать, доносить эту информацию. Лучше удирать при себе, чтобы достичь максимально плодотворного и эффективного результата. Смотрим с вами финансовую сторону вопроса. И здесь ложится шестерка чаш. На самом деле прекрасный аркан, потому что это полнота жизни. Это во-первых и ресурсы, которыми вы обладаете. Это может быть и ситуация возврата долгов. В особенности если по шестерке чаш кто-то ранее у вас занимал, сейчас решил вернуть деньги. Это просто неожиданные возвраты сумм от налоговой. То есть что-то где-то пересчитали, вам вернули. Или где-то какие-то выплаты были некорректно вам выплачены. То есть здесь перед вами государство или какие-то другие структуры будут погашать свои долги. Еще конечно же это аркан наследства. То есть у некоторых это стать обладателем имущества. Не обязательно это через вопросы смерти близких. Это может быть и при живых, и ваших родственников через дарственную и так далее. Но финансовая сторона вопроса здесь более чем продуктивная. То что касается состояния здоровья. Вот здесь ложится пятерка жезлов. Пятерка жезлов это у нас карта борьбы. Поэтому в плане состояния здоровья. Опять же акцент на иммунитет. И все что касается связок и сухожилия. Обратите на это особое пристальное внимание. Потому что в течение марта месяца, в особенности если вы там активно начали заниматься спортом, увеличили нагрузки, то можете немножко не подрассчитать. То что касается вопроса в личной жизни. У нас здесь ложится шестерка мечей. Двоякий аркан. Почему двоякий? Потому что здесь видите путь, который проложен к каким-то вершинам. То есть к новым горизонтам. И вы можете как самостоятельно плыть к этим горизонтам, так и допустим вместе с вашим партнером или партнершей. Давайте смотрите, прояснять ситуацию, что здесь по факту. Для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Что здесь? Шестерка мечей и аркан влюбленные. То есть у вас здесь может быть действительно обретение партнера, партнерши, знакомство как на расстоянии, так и допустим здесь в поездке. И дно колоды у вас ложится аркан иерафант. То есть это выступает друг для друга, духовными учителями, наставниками. Здесь может быть даже перспектива брака. У тех же, кто у нас состоит в любовных треугольниках. Смотрим, что по факту. А здесь шестерка мечей и аркан справедливости, жажда справедливости. А именно, или мы с тобой официально движемся вперед в качестве супруга и супруги, то есть решать статус. Или мы с тобой расходимся, потому что по правосудию ты мне не можешь дать официальный статус. Вот я сейчас буду открывать колоду. Здесь ложится десятка монет. Здесь все-таки идет речь о перспективах и вопросах создания семьи. У тех же, кто у нас в стабильных союзах. Что у вас здесь? Шестерка мечей и башня. Здесь кардинальные могут быть перемены. Какого плана? Смотрим, если здесь разрушение союза. Но у нас здесь ложится тройка чаш. Это влияние внешних факторов на вашу жизнь, на ваши обстоятельства, изменения в вашей жизни. Башня, обратите внимание, здесь не разрушена. В связке с шестеркой мечей она может указывать на совместный переезд в новое место жительства, то есть в новую структуру, то есть в созидание чего-либо. Потому что еще раз делаю акцент. Обратите внимание, люди входят в башню. Башня здесь целостная. Она здесь не разрушена. То есть она указывает на ситуацию и на время кардинальных перемен. То есть у вас это может быть смена места жительства совместная. То есть вы переезжаете и в другой город, страну, может быть, на иной континент. У кого-то просто смена жилья. Но это благоприятно будет сказываться на вашем партнерстве, на вашем взаимодействии. Вот открывая колоду, видите, восьмерка жезлов. Это все-таки тема переезда, перемещения. Прямо ярко такого звучит. Так, то, что касается рекомендаций от карт. Здесь ложится аркан суд. Суд это восстановление чего-либо. Смотрим, чего. У вас здесь это могут быть и вопросы репутации на работе. Далее суд это действительно и вступление в права наследования. Если это вопросы личной жизни, то по суду это создание семьи. Или возрождение отношений как таковых. В особенности, если имели место быть какие-то проблемы, ситуации или напряженность в общении. То есть здесь это как возродить и войти в новый этап. Потому что здесь как врата в новую жизнь изображены. А мы с вами анализируем неожиданность периода. Что у вас здесь? Вороны, они же птицы. Коса и букет. Итак, сплетни, перипетии, лжеинформация. Или ситуация, когда нам умышленно пытался вас с кем-то поссорить, оклеветать. Вам сыграет не в минус, а плюс. Сыграет на руку. Потому что вороны, коса и букет. Это не было бы счастья, так несчастье помогло. Потому что здесь вот те, кто вам рыли яму, на самом деле сделают вам хорошую услугу. Тем более дном колоду у вас здесь трубка мира. Вот все недоброжелатели по факту потом сами будут просить у вас примирения или налаживания контактов с вами. Здесь вы будете победителем в этой ситуации. Если в какой-то, может быть, в каком вопросе, в проекте. Если это вопросы личной жизни, то, опять же, это как недопонимание друг друга. Когда вы не умели высказываться и доносить свою мысль вашему, скажем так, партнеру или партнерше. Тогда, знаете, как достучаться в ситуации, когда вы услышали друг друга. И по карте букет действительно реализуете все то, что вы хотели. Достичь какого-то компромисса, консенсуса. Ну и, конечно же, устранение острых моментов и углов в вопросах отношений. Поэтому карты здесь действительно прекрасные. Опять же, с точки зрения состояния здоровья. Данные арканы могли указывать на ложный диагноз или не совсем корректно поставленный диагноз. Причем, знаете, как обострение может идти по одной сфере, а вам прописывали совершенно другую. То это как выяснить, прояснить и устранить эту проблему. Поэтому все супер, все замечательно. Пусть так и будет, так вам и закроем. Тем более, что арканы у вас на этот месяц более чем... Смотрите, какое количество старших арканов в месяц для вас будет знаковый, значимый. Мы с вами закроем все в положительном, в позитивном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать. Напишите, как это завалась, отыгралась информация. Какие перемены произошли в вашей жизни. Мне будет приятно и интересно вас почитать. Поэтому жду от вас обратной связи. Вам прекрасного периода и до новых встреч.